21 век. Россия бережно относится к своим традициям, и это помогает ей развиваться из года в год, сохраняя всё самое лучшее. В начале тысячелетия существовало немало проблем, которые необходимо было исправлять шаг за шагом. Всё началось с укрепления государственной власти и авторитета на мировой арене. Уверенные и последовательные шаги помогают России становиться крепче, мудрее и сильнее. Такая трансформация затронула все отрасли жизни государства. Экономика и банковский сектор. Внешняя и внутренняя политика. Образование. Импортозамещение. Цифровизация. Космическая программа. Металлургия и строительство. Спорт высших достижений и всеобщая физическая культура. И это только начало. Ведь Россия за свою многовековую историю справлялась и не с такими вызовами. Одежда итальянских брендов. Импортные смартфоны и компьютеры с американским программным обеспечением. Швейцарские сыры. Семена для сельского хозяйства из Франции. Израильские и американские зубные импланты. Венгерские и немецкие лекарства, аналоги которых сегодня есть в России. Наша страна совершила большой поворот. Она повернулась в сторону внутреннего производства, в сторону российского производителя. Более десяти лет назад всё импортное было и в моде, и в тренде. И в порядке вещей. Это даже казалось логичным. Россия стремилась быть частью свободного рынка и мировой экономики. Мы многие вещи очень проспали. Мы позволили захватить наш рынок. Потому что мы смотрели на это сквозь пальцы. Однако в 2014 году правила глобального мирового рынка, основанного на равноправии всех его участников, поменялись. Одни страны начали диктовать другим свои условия. Накладывать санкции, чтобы таким образом влиять на внешние и политические решения независимых государств. Наблюдаем с вами текущие ситуации, вызовы в связи с санкциями. Возникли трудности, конечно же, после введения санкций. К счастью, американцы не настолько хорошо контролируют собственную эту систему, что эти санкции сразу начали эффективно работать. В 2014 году наша страна ввела продуктовые контрсанкции, ограничена внутренний рынок. И на этой благодатной почве, когда ослабилось давление конкурентов, мы стали развиваться. Уже тогда в нашей стране был принят курс на замещение импортного отечественным. Выжить и победить – это как бы одна сторона политики, а другая сторона политики – преимущество развития, развиваться. В 2022 году под давлением Соединенных Штатов Америки страны Европы и некоторые другие отказались сотрудничать с Россией. Остановился поток инвестиций. Закрывались иностранные заводы и производства. Зарубежные компании объявляли о выходе с российского рынка. В некоторых случаях это были только слова. И все же из 500 европейских компаний ушли около ста. Из 350 американских – 66. Каждая пятая. Зарубежные эксперты хором прочили России и народные волнения, и экономический кризис. Дефицит товаров первой необходимости, талоны на питание и интернет, очереди, как во времена перестройки. Еще и дефицит специалистов. Людей, которые имеют возможности и желание этому кризису противостоять. Все случилось с точностью, да наоборот. Кромика России держится в первую очередь на людях, которые находятся в этой экономике. Это самое главное. Почему? Потому что трудовой потенциал – это определяющая форма. Это самое главное в экономике. Люди, их компетенции, их способность заниматься определенными видами деятельности, заниматься на производстве и так далее. Они нам очень нужны. Грамотные инженеры, грамотные технологи, грамотные специалисты. Сейчас экономика быстро разгоняется. И сейчас те люди, которые работают руками, даже те, кто просто настраивают машины, оборудование, следят за технологическим процессом, они стали получать огромные зарплаты. Если мы уж рассуждаем в терминах президента Путина, давайте создадим тогда для этих людей тоже условия. Есть большой трудовой ресурс. Вот ко всему сейчас нужно относиться именно так. Вы видите где-то какую-то возможность? Взять людей, взять у кого-то знания, что-то купить, притащить сюда. Должен быть какой-то штаб быстрого реагирования в государстве, который бы вот эти возможности видел и использовал. Следующий этап, который предоставил перед нашей страной, это полное импортозамещение по промышленности, по тем образцам, которые еще не делались. С момента введения первых санкций прошло уже 10 лет. С момента экономического бойкота чуть более двух. Что изменилось в России за это время? Почему, вопреки ожиданиям Запада, в стране нет дефицита? Какие меры приняло правительство, чтобы Россия стала государством, независимым от западных товаров и услуг? И как российский бизнес во всей этой ситуации остался в выигрыше? Импортозамещением Россия особенно активно занялась в 2014 году. На волне западных санкций после воссоединения с Крымом государство разработало и внедрило ряд важных мер, а также список приоритетных продуктов и направлений, где в первую очередь должна произойти замена импортных товаров на отечественные. В 2014 году наша страна совершила большой поворот. Она повернулась в сторону внутреннего производства, в сторону российского производителя. Первый этап импортозамещения был продуктов питания. Многие из них не производились в нашей стране. Сегодня имя Олега Сироты известно всем. Каждый ответит, кто он. Бизнесмен и сыровар. В 2014 году он решил заняться фермерством. Через год запустил частную сыроварню «Русский пармезан». С 2017 участвует в разработке программы Министерства промышленности и торговли России по импортозамещению в сфере производства оборудования для твердых сыров. Сейчас самое время делать промышленные стартапы. Многие вещи считалось, что вообще производить нельзя. Например, высококачественные сыры, отдельные виды элитной говядины, ягоды, фрукты, вишни выращивать в большом количестве. Все это считалось невозможным в нашей стране, потому что мы якобы чуть ли не генетически не способны производить такие продукты. Но это, конечно, полный бред. Просто не было экономических условий для этого. Теперь есть. И бизнес сразу пошел в гору. Настолько хорошо, что в 2018 году на ежегодном собрании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег обратился к президенту Владимиру Путину и поблагодарил за санкции. Как итог, сегодня Россия сама обеспечивает свои потребности по основным пунктам в сфере продовольствия. Вот лишь базовые позиции. Зерна и растительного масла за 2023 год страна произвела почти в два раза больше, чем требуется для внутренних нужд. Рыбы – в полтора раза больше. Сахар и мясо тоже не завозятся из-за границы. Хватает местных продуктов. Импортируются овощи, но объем ввоза – лишь 10%. Государство приняло ряд программ. Сейчас нам часть ключевой ставки субсидируют. Например, если кредит берем по 20%, государство субсидирует 15%. Это позволяет нам быстрее развиваться, быстрее строить заводы, быстрее покупать оборудование. Пищевая промышленность, хрестоматийный пример. У нас полностью продовольственный рынок сейчас обеспечен своим товаром. Почему это получилось сделать? И это сделал сам бизнес. Потому что сельское хозяйство – это отрасль с низкой глубиной разделения труда. Вот там вся последовательность создания конечного продукта состоит из очень небольшого числа операций. Это сравнительно простые отрасли, для которых достаточно локальных рынков освободившихся, чтобы они сами поднялись. За последние годы экономика нашей страны сильно изменилась. Если раньше дефицит был в мясе 20 лет назад, то сейчас у нас перепроизводство мяса. У нас стоимость курицы или свинины гораздо дешевле, чем в любой другой стране мира. Мы пытаемся продать эту продукцию за рубеж. В Китай, в Индонезию, в Африку. У нас перепроизводство зерна. Мы кормим Африку, мы кормим Азию. 20 лет назад Россия ввозила зерно. Сегодня она в тройке лидеров среди крупнейших в мире поставщиков – экспортеров. Мы по всему миру отправляем наши огромные суда с зерном. За последние годы выросло производство сыра. Сыра стали делать за 8 лет в 2 раза больше, чем делали раньше. Самыми перспективными нишами для развития остаются продукты, которые являются дефицитными. Например, это косточковые фрукты, вишни, сливы. Вот их по-прежнему пока не хватает. И там можно делать классные проекты. По-прежнему еще не хватает яблок. Казалось бы, такая простая культура, но ее не хватает. Потому что яблоки идут в любой вид варенья. Они являются натуральным загустителем и дают консистенцию любого пищевого продукта. Поэтому их нужно очень много. Также у нас не хватает еще молока. Нам еще предстоит построить еще несколько сотен, а может быть даже тысяч молочных ферм. Значит, есть куда стремиться. В любой стране мира вопрос продовольствия – это вопрос национальной безопасности. На сегодняшний день Россия может отчитаться. Голодными ее граждане точно не останутся. Сельское хозяйство тоже история успеха. Наносить собственное производство продовольствия и даже продукты сельского хозяйства, экспортироваться. Но перед отечественным импортозамещением стоят и другие задачи. Еще десятилетия назад основной объем экспорта из России приходился на нефть, газ, электричество, древесину, уголь и металл высшего качества. Даже каркас знаменитой американской статуи свободы сделан из российского металла, произведенного на Урале. И им же покрыта крыша парламента в Британии. Сегодня Россия стремится свести к минимуму экспорт сырья. Катастрофа на рынке нефти в 2014 году, ее повторение в начале 2016 года, а потом крах на рынке нефти в марте 2020 года. Все это показывало, что если вы отдаете кому-то другому возможности перерабатывать ваши ресурсы и получать добавленную стоимость, и получать прибыль, и получать рабочие места за счет этого, то вы действуете неправильно. Только за 2023 год Россия сократила экспорт металлов на 10%. Продавать готовую продукцию выгоднее. Любая отрасль, которая занимается импортозамещением в рамках экономической логики, я подчеркиваю, это отрасль с очень хорошей перспективой и ростой, и рентабельностью. Это электропоезд С-104 «Ласточка», первый построенный полностью из российских деталей. Интеллектуальное оснащение машины тоже российское. Завод «Уральские локомотивы» представил состав несколько месяцев назад на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. И это показательный успешный пример импортозамещения. Новые составы уже начинают курсировать на междугородних направлениях. Они рассчитаны на перевозки на расстояние до 300 километров и могут разгоняться до 160 километров в час. В поездах установлены разъемы USB и есть места для самокатов. Более того, в скором времени «Ласточки» станут беспилотными. Российские железные дороги уже ожидают поставки таких поездов. «Ласточка» следует в автоматическом режиме без машиниста. Машинист-оператор, находясь за пультом управления, контролирует данный поезд, его работоспособность. Если что-то с поездом происходит, тогда уже машинист-оператор вмешивается. Необходимо стремиться к стопроцентной локализации, чтобы все, что мы производили, мы производили по полной, производя у себя. Главная цель импортозамещения – суверенитет России, независимость от западных торговых эмбарго. Но есть и другие стратегические цели. Среди них – промышленное развитие страны, развитие инноваций. Это очень сложная, масштабная задача, но ее решение – это экономический рост, экономическое развитие и вообще развитие общества и государства. Поэтому импортозамещение становится не каким-то ответом на трудности, а как политика, которая обеспечит России продолжительный экономический рост. В этом здании располагается российская государственная корпорация «Ростех». Ведомство по содействию разработки, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Именно «Ростех» контролирует важные инновации в контексте импортозамещения. Это ключевая задача. Это вот новая гонка вооружений. Понимаете, вот когда-то была ядерная программа, а сейчас в мире идет гонка чипов. Мы должны в ней участвовать, мы должны быть в ней способны победить. В конце 2023 года концерн радиоэлектронной технологии корпорации «Ростех» представил первый комплект авионики, полностью российского производства. Электронная начинка, пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование разработана для кабины лайнера МС-21. По словам экспертов, отечественная авионика не уступает импортным аналогам. Пульт управляет гидравлической, топливной, противообледенительной и другими системами. Измеряет скорость самолета. Это среднемагистральный самолет на 212 пассажиров. Он будет летать на расстояние до 6 тысяч километров. Воздушное судно уже прошло первые летные испытания. Но в серийное производство его запустят еще не скоро. Россия сейчас является единственной в мире страной, которая строит самолеты исключительно на основе отечественных комплектующих. Как считают эксперты, американские и французские авиагиганты в такой ситуации давно бы закрылись. А российский авиапром развивает сразу несколько проектов. Параллельно с МС-21 строятся гражданские лайнеры Суперджет-100, Ту-214, Ил-114 и Байкал. В России будет оживать дальше, восстанавливаться, развиваться собственное промышленное машиностроение. Эта задача объективно стоит. И чем хуже будет в Европейском Союзе, тем выгоднее будет замещать все это. В активе корпорации «Ростех» уже десятки инновационных проектов. Недавно компания заявила о выделении финансирования на создание роботизированного пассивного комплекса, на производство высокотехнологичного пневмогидравлического протеза стопы человека, который будет управляться с помощью микропроцессора, а также на выпуск полированных пластин из кремния диаметром 200 миллиметров для микроэлектроники. Цель – отказаться от импорта материалов, которые используются для микрочипов. У нас идет импортозамещение, связанное даже с производством микросхем. Потому что даже литографическую технику начинает делать свою. Переходит наш оборонно-промышленный комплекс больше на отечественную элементную базу. Потому что очень многие вопросы мы можем решить своими усилиями. Этот этап, благодаря, как мы говорим, внешнему давлению, начался в 2022 году. Два года назад, когда стала задача быстро нарастить объем производства промышленного, начать делать станки, начать делать оружие, начать делать машины в большом количестве. И в том числе и механизмы для гражданского и военного использования. Наши фармацевты тоже участвуют в гонке импортозамещения. Разрабатывают как новые препараты, так и дженерики. То есть аналоги импортных лекарственных средств, которые стали недоступны из-за санкций. Фармацевтическая компания «Обновление» Новосибирск наладила выпуск свыше 50 новых препаратов. И еще 60 в ближайшей перспективе. Никакого пиратства здесь нет. Просто наша страна, наши законы. Индия же производит фармацевтические продукты, копируя западные. Просто потому, что там по закону нельзя патентовать сам продукт. Можно патентовать только способ производства. А в России мы почему-то вынуждены были терпеть вот эту странную защиту американских интересов. Не трогайте, не трогайте, это американский патент. Это Иннополис. Город инновации, расположенный в Татарстане. В этом IT-наукограде идут исследования в области современных технологий. Это без преувеличений территория будущего. Здесь роботы ездят по улицам и обслуживают посетителей в кафе. И здесь же ученые-программисты тоже подключились к решению задач по импортозамещению. Мы должны эти технологии внедрять уже за рубежом. Мы должны на эти технологии сажать наших торговых партнеров. Это может быть нашим конкурентным преимуществом. Потому что действительно по многим параметрам наши решения айтишные, они превосходят. Запад на ноги. Разработки ученых Иннополиса у многих вызывают чувство гордости и восхищения за наших. Институт искусственного интеллекта создал новейший сервис рентгеновских снимков легких. Его уже тестирует Департамент здравоохранения Москвы. Еще одна разработка – робот с нейронной сетью «Золушка». Он умеет сортировать фигуры разных цветов, а также способен заниматься сортировкой посылок на почте и мусора. А это робот-фрезеровщик. За счет манипулятора, который напоминает человеческую руку, он может обтачивать детали изнутри и снаружи. По словам экспертов, одно из самых сложных направлений для импортозамещения – это операционные продукты и программное обеспечение. Любой масштабный прогресс в цифровой сфере начинается с отказа от американских решений. Мы должны сами эти программные продукты освободить. И наряду с этим необходимо внедрять национальные или международные новые операционные системы. Еще в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все интернет-компании и соцсети хранить персональные данные россиян только на территории страны. И только тогда разработка отечественного софта сдвинулась с мертвой точки. Ранее зарубежные программы ставились везде. И, как говорится, добровольно-принудительно. С помощью лоббистов и агентов иностранных компаний. Как они сюда приходили? Очень хитро. Они обучают специалистов. Дальше они приходят в Россию работать. И что они делают? Для создания своих рабочих мест они начинают рекомендовать ставить это программное обеспечение. Более того, им даже говорят, ребята, реально за вас вашу работу сделаем мы. Вы только поставьте наше решение. Однако на сегодняшний день на замену зарубежным программам отобрано уже около 70 проектов по внедрению нового отечественного софта. Среди них мощный игровой движок, на котором будут базироваться игровые приложения. И сервис для просмотра видеоконтента, где пользователи тоже получат возможность загружать свои ролики. К 2030 году 71% российского рынка программного обеспечения будет наполнен собственным софтом. Это прописано в дорожной карте правительства. А аудитория российских социальных сетей и мессенджеров достигнет 120 миллионов человек. Если говорить о технологической основе, то есть о программном обеспечении, я, пожалуй, соглашусь с тем, что она лучше, чем западная аналогия. С точки зрения скорости, надежности, защиты персональных данных, если только сами люди не делают глупости, которые позволяют эти персональные данные выманивать, наша банковская система достаточно хороша, потому что она создана хорошими профессионалами. В России очень хорошая школа математиков, программистов, специалистов кибербезопасности. В технологическом отношении, с точки зрения инновационности, да, она является одной из лучших в мире. Это правда. В 2014 году импорт России составлял чуть больше 287 миллиардов долларов США. Уже в 2015-м – почти 183 миллиарда. И это приблизительно на 36% меньше. А в 2023 году импорт составил 285 миллиардов долларов. Однако на страны Европы пришлось лишь 38 миллиардов. За 10 лет объемы поставок из Европы упали почти в 10 раз. А вот доля Китая в импорте выросла практически вдвое. Россия заинтересована в том, чтобы наращивать экономическую кооперацию с странами нейтральными, независимыми. Очень хорошо идет торговля с Китаем, хорошее отношение с Индией, со Средней Азией. Я думаю, что в российскую экономику многие хотели бы вложить и те, кто обладает капиталом и в Китае, и в Индии, и особенно в арабском мире, где денег очень много, да, а инструментов инвестирования немного. В 2014 году при поддержке государства был запущен проект национального бренда «Сделано в России». Один из важных стимулов проекта – особый знак, который могут поместить на свои товары, сайты, рекламные буклеты российские производители. Считается, что это выделит их среди конкурентов, а клиенты с удовольствием поддержат такой бизнес и такие товары. У нас сейчас идет четвертая промышленная революция. И нас санкциями придушивают, не дают так быстро развиваться, как мы бы хотели. И это для нас вызов. Часть технологий для нас стала недоступна, и многие наши закупки мы переносим с Запада на Восток. Если раньше многие элементы мы покупали в Европе и в Америке, сейчас мы переносим наш центр покупок в Китай. Ни одна страна в мире не может производить абсолютно все. То есть всегда ты что-то покупаешь и что-то продаешь. Вот сейчас то, что мы покупаем из-за рубежа, мы стараемся покупать на Востоке. С другой стороны, это прекрасная возможность для тех, кто хочет в России это производить. Одежда российских брендов, отечественные смартфоны и компьютеры с нашим программным обеспечением, сыры и мясные деликатесы, семена для сельского хозяйства, российские зубные бланты и сделанные в нашей стране качественные лекарственные препараты. И хотя зарубежные бренды начинают возвращаться на российский рынок, все больше людей осознанно выбирают отечественное. Сегодня именно наши. И в моде, и в тренде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова